Всем добра, сыны леса. Хотите выживать не в шалаше, а в собственном бункере? Пить вино, слушать музыку и носить смокинг? Придется запариться, но оно того стоит. Да еще и принтер будет под рукой, вещь крайне полезная. Есть, правда, маленькое неудобство в виде соседа, который оккупировал ванну. Но чувак не шумный, а помыться и в душе можно. А теперь расскажу, как такую хату отжать. Для начала нам понадобится зиплан. Недалеко от места катастрофы, возле маленького водопада, там где мы нашли дубинку Шокер. Если интересно, посмотрите вот этот ролик. Так вот, рядом с этим водопадом есть нужная нам пещера. Проламываем забитый досками проход и проходим внутрь. Спускаемся к подводному озеру и тут нужно перебраться на другую сторону. Заодно можно найти крест, если вы хотите собрать все коллекционные предметы. Но проход закрыт каким-то упырем. Хорошо, что один из рабочих притащил с собой пару бомб с таймером. Бросаем одну поближе к монстру и через пару секунд проход свободен. Дальше предстоит пробежка по туннелям, украшенным телами рабочих. Спецовки конечно красиво светятся, прикольно, но слишком уж кто-то запарился. Бежим вот до этой развилки. Нам нужно свернуть налево, но можно сбегать и в другой рукав. Там найдем газетную вырезку для коллекции и немного боеприпасов. Вернемся к развилке. Мы ведь сюда за зиплайном пришли. Метров двести и находим чемоданчик, в котором лежит наш аппарат. На этом, к сожалению, не все. Чтобы не бежать весь путь обратно, на зиплайне спускаемся вниз и выходим из пещеры. Теперь предлагаю раздобыть ствол. Все равно по пути. Нам нужна вот эта фиолетовая точка в море. Там отдыхает чувак в надувном плоту. Парню мешать не будем, а вот пистолет себе заберем. Одна проблема. Вокруг плавают две акулы. Но пара выстрелов в тушку и дорога на берег свободна. Теперь наш путь лежит в соседнюю бухту. Кстати, совсем недалеко от места назначения есть лагерь местных аборигенов. Тут я нашел шикарный стульчик. С этих пор выражение «сидеть на попе ровно» приобрело для меня совсем другой смысл. Добравшись до бухты, на карте можете посмотреть, где она расположена. Так вот, добравшись до бухты, снова проламываем проход в пещеру и начинаем наше путешествие. Пока не доберемся до этой точки. По идее фонарь светит как бы в нужном нам направлении, но это обманка. Хотя не поленитесь, бегайте и туда. Там можно подобрать патроны, гранату и лекарства. Возвращаемся к развилке и держимся левой стороны. Идти недолго. Вскоре выйдете к пещере с озером. Тут можно найти припасы и акваланг. Вот за аквалангом мы сюда и шли на самом деле. Тут правда непонятно откуда взялась акула. Как она сюда забралась? Зачем? Ну и фиг с ней. Надеваем акваланг и ныряем в глубину. Выплыть вы должны посреди бухты. А вот теперь мы практически готовы к путешествию за самым нужным инструментом. Снова конечно же пещера. Так что неплохо бы обзавестись чем-то помощнее, чем зажигалка. Я не позаботился об этом, поэтому блуждал в потемках. Но вам помогу. Хорошо, что никуда далеко бегать не надо, все по пути. В конечном итоге нам нужна пещера недалеко от ледника. И мы где-то там шлепнулись с вертолета. Но сначала нужно дойти вот до этой точки. Тут какой-то бедолага не выдержал всего и повесился. Срезаем веревку и забираем у парня отличный фонарик. А теперь ставьте лайки, а то спугнете бабочку. Ну вот, кто-то не успел прожать лайк и она улетела. Рядом с пещерой устроили шоу. Шоу так себе, но у одного из парней есть рогатка. Какое-никакое оружие, пригодится. Как только войдем внутрь, нам потребуется для начала зиплайн. Спускаемся вниз и ныряем в воду. Плыть глубоко и долго. Без акваланга точно не получилось бы. После купания можно немножко покататься по водяной горке. Чистый аквапарк. Мы приехали отсюда, а дальше нужно идти вот в этот проход. По дороге вы встретите отряд спецназа. В живых никого не осталось, но припасов они с собой притащили прилично. Что нам и требуется. Дальше придется снова нырять. А вот в конце вы увидите обалденное зрелище. Это целый подземный город. Но поближе к нему не подобраться, к сожалению. На краю пещеры сидит парень в обнимку с лопатой. Ради этой лопаты собственно и затевалась вся эта канитель. Выбраться из пещеры просто так не получится. Вам нужно найти застрявшего в расщелине монстра. И снова достать из рюкзака взрывчатку. Отсюда совсем недалеко до выхода. А вот теперь можно идти к нашему будущему жилищу. Оно находится возле зеленой точки. Вы даже могли пробегать мимо пару раз. На поляне стоит парочка гольфкаров. И странные и до сих пор загадочные для меня аппараты на треногах. Тут и будем копать. Копать придется тоже долго. Но вскоре вы расчистите дверь в шикарный бункер. Музыка. Кровать. Принтер. А еще можно найти смокинг для вечеринок. Что еще нужно для комфортного выживания. Можно даже наверх особо не подниматься. И ждать спасения в тепле и уюте. Если тоже решили добраться до этого бункера, то прожмите лайк. И беззаботного выживания вам, сыны леса. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.